Продолжение следует... 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 и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4.5 Григорий Великий таким образом в выше приведенных доказательствах больше доказывает, что загробный невидимый мир души может и должен существовать, нежели то, что он доступен внутреннему или внешнему видению или познанию, что такое познание возможно и с точки зрения рациональной. Относительно доступности его познанию человека он указывает главным образом на необходимость веры, условия, при котором возражения со стороны неверовавших, несомненно, уже падали сами собою. В каких телах являлись души умерших? Что касается того вопроса, в каких телах являлись отшедшие души, то об этом равно как и вообще о свойствах тел, в каких являлись чисто духовные существа. Нам не дают никаких определенных указаний, ни Слово Божие, ни опыт, ни тем более разум наш, который сам по себе, независимо от Слова Божия и истории, ничего не может сказать. Некоторые учители церкви имели то мнение, что души и по разлучении с телом имеют некоторую материальную оболочку. Так святой Иериней верил, что душа и по разлучении с телом удерживает его образ. Тертулиан приписывает душе протяженность и утверждает, что она есть нечто телесное. Ориген считает душу за нечто материальное и имеющее образ. Он сходится в этом мнении с Платоном и, вероятно, у него заимствовал его. Подобного же мнения были лактанцы святой Илари и многие другие учителя церкви. Святой Иериней считал за несомненную истину, что душа по смерти тела принимает некоторое другое тело, которое имеет образ прежнего и тем напоминает ей все дела и поступки, которые соделала она всей жизни. Но с этим мнением, будто наша душа и по разлучении с телом не чужда некоторой материальности, нельзя согласиться. Потому что оно не имеет никакого основания в Священном Писании и противоречит самой природе нашей души, как чисто духовной. Мы верим, что по допущению Божьи отшедшие души могут являться. Но что за тела, в которых они являются, об этом по недостатку оснований и данных мы не можем иметь никакого решительного суждения. Главная цель, для которой являются на земле отшедшие души, это, как говорит святой Григорий Великий, то, чтобы просить совершения за них для их успокоения бескровные жертвы и молитвы. Опыт показывает, что христианские души всегда являются именно за тем, чтобы просить за себя молитв или раздачи милостыни, или путешествий ко святым местам, или уплаты их неуплаченных долгов, или же за тем, чтобы побудить живых к добродетели, к исправлению жизни и вообще к богоугодной жизни. Часто они при своем явлении сообщают о состоянии, в каком находятся умершие в другой жизни. И при этом они просят о помощи и предостерегают живущих на земле о тех несчастьях, какие ожидают грешников в загробной жизни. Они рассказывают об аде, о добрых и злых ангелах, о строгости суда Божьих к грешникам и о Божьем милосердии к праведникам. Нельзя не заметить, впрочем, что явление душ, отшедших живым, бывает преимущественно во время сна. Сообщаясь живыми людьми по изволению Божию, они преимущественно являются их духовному оку, без посредства телесного образа. К фактам явления умерших принадлежат также, конечно, факты воскресения умерших. А фактов этого последнего рода представляется довольно и в Священное Писание, и история Церкви. Несомненнейшим, важнейшим и разительнейшим фактом этого рода служит воскресение Спасителя нашего. Действительно, воскресение Его выше всяких сомнений. Что Он действительно умирал, что смерть Его была действительная, а не мнимая, это засвидетельствовали не только Его ученики, но и сами враги Его и их. Воины, пришедшие к распятому Иисусу за тем, чтобы перебить Ему голени, нашли Его уже и без того мертвым, и потому не стали перебивать их. А один из воинов, для большего удостоверения в Его смерти, пронзил копием Его ребро, причем в нем не обнаружилось уже никаких признаков жизни, а только из прободенного ребра потекла кровь и вода. От одного этого столь сильного удара прервалась бы без сомнения слабая жизнь божественного страдальца, если бы он был еще в это время жив. Сами враги Христа, как во время Его смерти, так и после, никогда не сомневались в ее действительности, между тем, как они всеми силами и средствами старались о том, чтобы возбудить в народе неверие в действительность воскресения Христова. Следовательно, для них возбудить сомнения в действительности самой смерти Спасителя было бы очень важно, а потому, если бы были какие-нибудь обстоятельства, на которых бы можно было основать это последнее сомнение, они, конечно, не приняли бы разгласить эти обстоятельства, но они не указывают никаких таких обстоятельств. Это уже одно доказывает, что таких обстоятельств совершенно не было. Действительность смерти Спасителя была слишком несомненна для того, чтобы можно было подвергнуть ее сомнению. Следовательно, если Спаситель действительно восстал после своей смерти, то его воскресенье было действительное воскресенье, воскресенье действительно умершего, и самая его смерть была действительная, а не мнимая какая-нибудь. Но что он действительно воскрес после смерти, это засвидетельствовано свидетелями-очевидцами, в таком числе и с такой ясностью, как больше и желать нельзя для того, чтобы признать его воскресенье несомненным фактом. Спаситель воскресил Лазаря, это тоже несомненный факт, действительно воскресенье из мертвых. Лазарь воскрешен Иисусом Христом уже через 4 дня после своей смерти, тогда, когда уже начало тлеть его тело. Следовательно, воскрешен после действительной смерти. Также, несомненно, и все другие, передаваемые книгами Ветхого и Нового Завета, факты воскресения из мертвых. Таковы, например, совершенные пророками Елисеем, воскрешение сына вдовы, самонитянки, воскресение мертвого через прикосновение к костям этого же пророка и прочее. История христианской церкви представляет также немало фактов воскресения мертвых. Вот какое, например, событие, известное из жизни преподобного Макария Египетского. В одном селении случилось убийство, в котором, по ложным подозрениям, обвинили совершенно невинного всем. Случилось так, что обвиненный, убегая от преследований, был схвачен близ кели преподобного Макария. Несчастный начал клястья на своей невинности, но сбежавшийся народ единогласно признал его убийцей. Устыкав сильный шум, Макарий вышел к народу и, узнав, в чем дело, спросил, где погребен убитый, и вместе с народом отправился на его могилу. И здесь, вставши на колени и вознесши пламенную молитву к Богу, праведник сказал окружающим, «Ныне явит Господь, сей ли человек совершил убийство?» Потом он громким голосом назвал убитого по имени и сказал ему, «Верою Иисус Христовою повелеваю тебе, открой нам, сей ли, которого народ обвинил, умертвил тебя». Мертвец громогласно ответил из-под земли, «Не он убийца мой!» Народ в изумлении и ужасе пал на землю, потом все, повершившись к стопам праведника, стали умолять его, чтобы он повелел открыть мертвецу своего убийцу. Но святой Макарий отвечал, «Всего принять на себя не могу. Для меня довольны и избавить от наказания невинного, а предать суду виновного не мое дело». Опровержение возражений против фактов явления умерших. Так как чистый дух по самой своей природе и по своим законам существо отличен от природы и законов мира земного, и так как отшедшие души суть существа чисто духовные, то понятно, что как вообще жизнь и деятельность этих существ, так и в частности их явления в мире земном, должны представлять много непонятного и необъяснимого по законам этого мира. Отсюда люди, которые признают для разума непреложным законом такое положение, что будто возможным и действительным, может быть и должно быть признаваемо только то и настолько, что и насколько может быть понято и объяснено по законам этого мира, отвергают возможность и действительность этих явлений. Указание на необходимость этих явлений по законам земного мира и составляет главное возражение против возможности и действительности первых. Если вникнуть в дело повнимательнее, то это возражение оказывается в высшей степени несостоятельным, в высшей степени ложным и даже положительно нелепым. Во-первых, в этом возражении высказывается совершенное непонимание законов здравоисторической критики. Действительность известных фактов и способ и законы их совершения совсем не одно и то же, а две совершенно разные вещи. Для того, чтобы известные явления были признаны несомненно действительными, совершенно нет еще необходимости понимать уже и самый способ и законы их совершения. Для этого совершенно достаточно уже иметь достаточные доказательства именно их действительности. Способ совершения их при этом может быть и не понят. Это кажется слишком ясно. Совершенно возможная и самая обыкновенная вещь и иметь несомненные доказательства в пользу действительного существования известных предметов и в то же время совершенно не понимать, как, от каких причин и по каким законам существуют эти предметы. Большинство людей, например, и по настоящее время не имеют понятия о том, что такое небесные тела, солнце, месяц, звезды, о их действительном виде и устройстве, о их законах. И однако же существование небесных тел для всех составляет несомненный факт. И это совершенно законно. Каждый имеет право и необходимо должен признавать эти тела несомненно существующими, потому что они подлежат непосредственному наблюдению каждого. Можно даже в области предметов самых близких к нам указать много таких вещей, действительность которых не подлежит никакому сомнению, но образы и законов, существования которых мы не понимаем. Во всяком случае, отвергать действительность фактов на том основании одном, что для нас непонятны законы их совершения, совершенно нельзя, совершенно незаконно. Первое необходимое и достаточное условие для того, чтобы мы могли и должны были признать действительным известный факт, это или наше собственное непосредственное наблюдение его, или же верно переданное нам непосредственное наблюдение его другими людьми. Если это условие выполнено, если известный предмет или подлежит нашему собственному наблюдению, или мы имеем несомненное свидетельство о непосредственном наблюдении его другими, в таком случае мы не только имеем полнейшее право, но и необходимо должны, обязаны признать этот предмет несомненно действительным, независимо от того, понимаем ли мы при этом законы существования этого предмета, или не понимаем их, по крайней мере, непонимание этих законов совершенно не должно быть препятствием для этого признания. Таким образом и для того, чтобы мы имели право и обязаны были признать действительными, передаваемые нам Святым Писанием и Церковью, явления Духов, необходимые достаточно уже того одного, чтобы были несомненно верны свидетельства об этих явлениях. Если эти свидетельства несомненно верны, то мы уже по этому одному необходимо должны признать и эти явления несомненно действительными, хотя бы мы и не понимали образы и законов их совершения. Непонимание этих явлений не должно быть препятствием для этого признания. И, следовательно, отвергать действительность этих явлений на основании одной их непонятности, одной необъяснимости их по каким-нибудь законам, значит, отвергать их действительность без всяких удовлетворительных оснований. И, значит, возражения против их действительности, основываемые исключительно на одной их непонятности, не есть собственное возражение, потому что всякое заслуживающее внимание возражение против этой действительности должно состоять в указании какого-нибудь действительного препятствия к признанию ее, а это возражение указывает на то, что вовсе и не составляет такого препятствия. А что свидетельство об этой действительности, несомненно, истинно, это выше всякого сомнения. Но разбираемое возражение вовсе и не касается этих свидетельств, а потому для опровержения его нет и надобности доказывать их истинность. Оно вполне опровергается и независимо от их истинности. Далее, указанное возражение основывает на той действительно несомненной истине, что все действительно существующие необходимо должно быть согласно с законами бытия, и что, следовательно, только то может быть признано возможным и действительным, что согласно с этими законами. Но основывает совершенно незаконно. Если судить из точки зрения этой истины, то, опять-таки, это возражение-то оказывается совершенно несостоятельным и даже положительно нелепым. Истина эта не только не заключает в себе никакого основания и оправдания для этого возражения, а, напротив, служит опровержением его. Все действительно существующее существует по известным законам. Это так. Но не все существующее подчиняется одним и тем же законам, а все существующее в этом отношении разделяется на несколько отдельных областей, из которых в каждой, кроме законов общих всем им, есть много законов свойственных только исключительно ей одной и совершенно чуждых всем другим. Есть мир физический и мир нравственный. Есть законы общие этим обоим мирам. Таковы, например, закон причинности. Тот закон, что каждое явление необходимо, имеет свою причину. Но в то же время есть много таких законов, которые свойственны только какому-нибудь одному из этих миров и совершенно не свойственны другому. Так, например, духовному миру свойственны закон свободы, законы мышления, но эти законы совершенно не свойственны чисто физическим явлениям. С другой стороны, и эти последние явления, в свою очередь, имеют очевидно много таких законов, которым вовсе не подчиняется свободная деятельность духа. Таковы, например, чисто механические и химические законы. Каждый из этих миров, в свою очередь, разделяется на несколько отдельных областей, которые опять при законах общих всем им имеют и каждые свои особые законы, принадлежащие только ей одной и совершенно не принадлежащие всем другим. Есть законы, которые свойственны мысли, но которые совершенно чужды чувству. Есть законы, которым подчиняется чувство, но которым не подчиняется мысль. Есть законы, которым подчиняется органическая жизнь, например, растительная, и которым вовсе не подчиняются чисто механические явления. Есть законы, по которым живет растение, и которым вовсе не подчиняется камень. Значит, все существует по законам, но не все существует по одним и тем же законам. Следовательно, та истина, что все действительно существующее необходимо подчиняется законам бытия, необходимо должна иметь такое ограничение, что всякий действительно существующий предмет подчиняется не всем существующим законам бытия, и никаким бы то ни было из них, а только некоторым и известным определенным законом. Именно тем только законам, которым подчиняется та область бытия, та область предметов, в котором он сам принадлежит. Растение, например, подчиняется не всем существующим законам, и не каким-нибудь, а именно законам растительной жизни. Камень в своем падении подчиняется законам именно механического движения, а не каким-нибудь другим законам, например, химическим или физиологическим. И, следовательно, если судить о возможности и действительности на основании согласия с законами, то для того, чтобы известные предметы мы могли и должны были признать возможными и действительными, нужно, чтобы эти предметы были согласны не со всеми вообще законами. Это вовсе не нужно, это совершенно невозможно, и не с какими-нибудь, а именно только с теми законами, какие свойственны той области бытия, какой принадлежат эти предметы по своей природе. Так, например, при таком основании в области растительной жизни может и должно быть признаваемо возможным и действительным все то и только то, что согласно с законами именно растительной жизни, а не с какими-нибудь другими законами. Не с законами, например, а одних чисто механических и математических отношений вещей или с законами духовной жизни. Для того, чтобы мы имели право признавать возможным и действительным в этой области известные явления, нет никакой надобности в том, чтобы эти явления подчинялись законам жизни чисто духовной. И несогласие их с этими законами, конечно, не дает никакого права отвергать их возможность и действительность в области растительной жизни. Из того, что камень не подчиняется законам растительной жизни, не следует, что он не существует и невозможен. Из того, что жизнь нравственная не подчиняется законам математическим, не следует, что она невозможна и не существует. Всякие величины нужно измерять только однородными, а не разнородными с ними единицами или мерами. Тяжести нужно измерять пудами, фунтами и прочее, а не аршинами. И пространство нужно измерять верстами и аршинами, а не фунтами и пудами. Так точно и о действительности и возможности известных предметов нужно судить по тем законам, которые свойственны именно этим предметам, а не по таким законам, которые совершенно чужды им, которые принадлежат каким-нибудь другим, совершенно разнородным с ними явлениям. По-видимому, все это такая простая и ясная истина, что даже странно и говорить о ней. А между тем, может быть, по тому самому, что она слишком проста и ясна, как часто она не понимается и нарушается на самом деле. Вот иные вообразят себе, что возможно и действительно только то, что подчиняется одним законам материального мира, что все, чего нельзя объяснить по одним этим законам, невозможно и не существует, и потому отвергает существование духа, так как он непонятен и необъясним по одним материальным законам. Поступать таким образом не значит ли то же самое, что мерить тяжести аршинами или отвергнуть существование камней на том основании, что они не подчиняются законам растительной жизни. Совершенно то же самое. Дух по самой своей природе существо отличается существенно от материи. Следовательно, судить о возможности и действительности духовного нужно по законам, свойственным духу, а не по совершенно чуждым ему законам чисто материальным. Если законно отвергать бытие духа на том одном основании, что его существование и деятельность необъяснимы по одним законам материальных явлений, то совершенно одинаковым правом нужно уже отвергать и возможность, и действительность всего существующего. Потому что так же точно, как дух не согласуется с законами материального мира, так же точно и всякий другой предмет не согласуется с законами каких-нибудь других предметов. Камень, например, не согласуется с законами растений и прочее. Существа чисто духовные, отшедшие души, конечно, тоже подчиняются известного рода законам. Но так как они по самой своей природе, как чисто духовные, существенно отличаются от предметов мира земного, то они необходимы и существенно отличаются от этих предметов и по своим законам. Есть законы, общие этим существам, со всеми этими предметами, таков, например, хоть опять закон причинности. Но в то же время по самому существу дела необходимо должно быть много таких законов, которые были бы свойственны этим предметам, но совершенно не свойственны этим существам, равно как и таких, которые принадлежали бы исключительно только этим существам и совершенно чужды были бы этим предметам. Так действительно и есть на самом деле. И потому эти существа в своей природе, в своей жизни и деятельности, в своих явлениях, необходимо должны представлять много такого, чего нельзя объяснить по одним законам земного мира. Так же точно, как и всякие другие предметы, непременно представляют что-нибудь такое, чего нельзя объяснить по законам каких-нибудь других предметов. Следовательно, если принять основанием для признания возможности и действительности явлений согласия их с законами бытия, то меры для определения возможного и действительного в области существ чисто духовных и их явлений и действий, должно быть не согласие их с чуждыми этой области законами мира земного, а согласие их с законами свойственными именно этой области. признавать здесь меры и согласия с одними законами земного мира, так же незаконно, как вообще незаконно судить о предметах по совершенно чуждым им законам, как незаконно мерить пространство мерами тяжести, и отвергать возможность и действительность явлений и действий духов на том одном основании, что они необъяснимы по законам земного мира, так же совершенно незаконно, как незаконно было бы отвергать возможность и действительность всяких других предметов на том основании, что они представляют много необъяснимого по законам каких-нибудь других предметов, как незаконно, например, было бы отвергать возможность и действительность явлений физиологических на том основании, что они необъяснимы по одним законам чисто механических явлений. Таким образом, разбираемое возражение против действительности явлений духов в той самой истине, на которой оно основывает себя, то есть в той истине, что все возможное и действительно существующее необходимо должно быть согласно с законами бытия, на самом деле имеет для себя не основание, а опровержение. Потому что, как видели мы, эта истина может и должна быть признана истиной, не иначе, как с тем ограничением, что каждый действительный предмет необходимо должен быть согласен не со всякими законами, а только с законами той одной области предметов, которой он сам принадлежит по своей природе. А в таком виде, этой истинною, как мы видели, вполне опровергается это возражение. Итак, первое и главное возражение против возможности и действительности, представляемых нами священным писанием и церковью фактов явления духов, совершенно несостоятельно. неудобно понятность этих явлений вовсе не служит и не может служить основанием для отвержения их возможности и действительности.